Здравствуйте, уважаемые телезрители! Продолжается вечер на телеканале Видное ТВ. Мы работаем для вас в прямом эфире. Сегодня предлагаю поговорить о работе нашего многофункционального центра. У меня в гостях заместитель директора МБУ Ленинского городского округа Московской области МФЦ Ирина Кучумова. Ирина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Наш МФЦ очень популярное место. Скажите, пожалуйста, справляетесь ли с потоком жителей? И вообще, сколько отделений работают? Основные цифры. МФЦ Ленинского городского округа был открыт в сентябре 2013 года. На тот момент это был всего лишь один офис в городе Видное. Впоследствии у нас открывались новые офисы. Это центральный, как я уже сказала, офис в городе Видное. Второй офис Бутова парк в 2019 году. Затем открылся офис Лопатина. И последним открылся офис Мисайлова в пригороде Лесном. Это произошло в сентябре 2023 года. Всего с начала года в МФЦ мы уже оказали более 350 тысяч услуг. Из них около 70 тысяч услуг. Это услуги электронного вида. То есть давайте остановимся. Услуги электронного вида – это когда человек не приходит в МФЦ или приходит, допустим, один раз. Правильно я понимаю? Это услуги, которые вы можете подать дома на своем компьютере или на смартфоне. Или если вы не можете этого сделать по техническим каким-то причинам, или не знаете как, вы можете обратиться опять же к нам в МФЦ, в любой из наших четырех офисов, где у нас открытый сектор полисового сопровождения, в котором установлены компьютеры общего доступа. И наши консультанты помогают там всем заявителям. Какие самые востребованные услуги в МФЦ? Самыми востребованными, если брать электронные услуги, это, например, миграционный учет, выписка из домовой книги – очень популярная услуга, запись детей в детский сад, в кружки, почти весь спектр услуг соцзащиты. Это тоже через электронный вид подается. Также в окне мы можем с вами заметить такие услуги, самые распространенные, как услуги Росреестра, это практически весь спектр сделки с недвижимостью, оформление загранпаспортов, прописка граждан РФ, паспорт гражданина РФ и заявление на замену водительского удостоверения. Постоянно ваш функционал, тем не менее, расширяется. Какие новинки в этом году появились? В апреле месяце стала доступна услуга «Госключ». Услуга «Подтверждение личности» для получения сертификата электронной подписи для работы в приложении «Госключ». Какие преимущества у этой услуги? Преимущества – это то, что вы можете подписывать все документы онлайн 24 на 7. То есть не приходя непосредственно в МФЦ, например, дома или в любом удобном месте? Да, в любом удобном месте. И это безопасный и бесплатный сервис. На какие услуги это распространяется? В основном это услуги по недвижимости. Если купли-продажи, например, можно использовать эту цифровую подпись. То есть сделку можно даже проводить онлайн, скажем? Подавать документы и подписывать уже непосредственно этой подписью. Сколько уже, хоть она и недолго пока еще, насколько она уже востребована? Да. Пользуются ли люди активно? Да, вот с начала приема этой услуги в наших офисах было принято уже более 700 таких заявлений. Знаю, что не только сотрудники многофункционального центра работают, в частности, в главном здании на Школьной. Расскажите, какие еще другие организации ведут прием у вас? Да, все верно. С ноября 2023 года ведут прием в здание МФЦ на Школьной в городе Видном сотрудники ЗАГСа. Они оказывают весь спектр своих услуг непосредственно заявителям, которые приходят к нам в МФЦ и могут обратиться к ним. Потому что там у них бывают какие-то сложные случаи, подтверждение родственных связей, выявления. Это очень удобно. Они пришли к нам за какой-то услугой, и когда им требуется непосредственная помощь сотрудников ЗАГС, они сразу же могут, не выходя из нашего здания, к ним обратиться. Также у нас еще существует окно, где работает представитель социальной защиты населения, который тоже оказывает помощь, консультирует заявителей по всем вопросам, которые в их компетенции находятся. Заявитель, когда подает услугу, например, либо через окно, либо через порталы РПГУ и ЕПГУ, получает ответ у нас в МФЦ, может получить ответ, распечатать. И если у него возникает какой-то вопрос к ведомству уже непосредственно, он может, не выходя из этого же здания, обратиться к работнику социальной защиты, и он ему даст разъяснение именно по тому решению, которое вынесло ведомство в его случае. Сотрудники ЗАГСа и социальной службы, они есть в здании на школьной, да? То есть планируется ли расширить, скажем так, эти услуги в других, например, отделениях? Есть ли такие планы? Планы такие обсуждаются. Насколько они будут воплощены в жизнь, пока не могу сказать. Но над этим работают. Ирина Владимировна, частый такой очень вопрос. Какой самый популярный день, когда человеку прийти, чтобы потратить поменьше времени? И время, и часы? Вот часто он. Да, прекрасный вопрос, очень актуальный. Мы работаем, как известно, каждый день с понедельника по воскресенье, без выходных, с 8 утра до 8 вечера. Выходные у нас бывают только в государственные праздники. Поэтому весь поток населения, который у нас идет в течение недели, он полномерно заканчивается уже к воскресенью. И воскресенье у нас самый прекрасный день, когда заявители могут спокойно прийти в течение всего дня и подать свои услуги. То есть потратить минимальное количество времени? Минимальное, да. И если говорить о часах работы, вот тоже наименее загруженных в будние дни, например, это какие? Да, в будние дни это с 8 до 10 часов и где-то с 5 до 8 часов. Это менее загруженное. Сегодня много говорили о различных электронных новшествах. Вот какой-то мы можем такой средств статистики дать, насколько они растут, насколько люди действительно активно пользуются. Да, электронные услуги сейчас очень востребованы. И все больше их переводится… Именно в этот формат. Да, в этот формат, потому что это очень удобно. Заявитель, если он имеет дома компьютер или смартфон и может им воспользоваться, в принципе, там ничего сложного нету, интерфейс очень понятен, и можно подать эти услуги. И практически уже все услуги переведены дополнительно в электронный вид. То есть их можно подать и через окно, и электронно через порталы. Насколько растет ежегодно это, ну, я думаю, что это в процентном где-то по 20%… Это существенно. Да, да, это существенно, потому что… Потому что это удобно. Да, удобно это точно. И мы проводим все время разъяснительные работы с населением. Когда к нам в зону обращаются, в зону РПГУ и ПГО обращаются заявители, наши сотрудники, консультанты, про которые я говорила, помогают заявителям, они также и обучают заявителей, как пользоваться этими порталами. И уже заявитель, когда придя один раз за какой-то там услугой, ему показывают, как работать на этих порталах, и он уже понимает. И на следующий раз он уже пробует сам дома это сделать, чтобы уже лишний раз не приходить в МФЦ. Ирина Владимировна, бывает такое, что клиент через какое-то время приходит к вам даже работать? Да, у нас часто. Такие случаи бывают часто. Сначала они находятся с одной стороны, брикад, посмотрят. Многим нравится эта работа с документами, нравится людям. И общение, то, что у нас очень большой круг общения. И всю информацию, которую мы узнаем, мы практически узнаем первыми. Это очень интересно с одной стороны. И поэтому, которые люди приходят к нам, и посмотрев это все, остаются с нами. Таких у нас много людей. Есть у нас сотрудники, которые возрастные. Есть у нас молодые. Есть среднего возраста. У нас в МФЦ представлены все поколения. Давайте пригласим наших жителей. Может быть, кто-то прямо сейчас ищет работу. Конечно. Уважаемые жители, приглашаем всех присоединиться к нашему дружному коллективу. Обучение, которое мы проведем для вас. Все новое, что вы узнаете у нас о всех услугах. Все это пригодится вам и в дальнейшей жизни. Поэтому мы ждем вас всех. Особенно это хорошо для студентов, которые уже закончили свою учебу и хотят начать свою карьеру в муниципальном учреждении. Тем не менее, начать свою карьеру могут и люди постарше, да? Вот какого возрастного ценза? Да, возрастного ценза нет. У нас есть, как я уже сказала, и сотрудники довольно взрослого возраста, так скажем. И они прекрасно справляются, потому что у них есть усидчивость. Они очень внимательны к другим людям. Это просто незаменимые качества, которые у нас в работе должны использоваться. Возвращаясь к теме различных электронных услуг, насколько это безопасно? Электронные услуги безопасны, потому что идентификацию личности вы проходите, когда в госуслугах вы заходите и свой логин и пароль вы вносите, естественно, сами. Безопасно это? Я думаю, что да. Даже уверена в этом. Я сама пользуюсь госуслугами. И сейчас жизнь представить без госуслуг, по-моему, мне кажется, уже невозможно. Поэтому бояться здесь нечего. Просто нужно это грамотно использовать. Все верно говорить. Но никогда никому не разглашать свой логин и пароль. Это очень важно. Логин и пароль должны быть всегда в сохранности, и никто не должен о них знать. Ирина Владимировна, и в заключении нашего разговора, какие планы у МФЦ? Какие-то, может быть, расширения? Или пока вот только растет качество услуг, вот в этом направлении работаете? Пока расширения мы не ожидаем. Но у нас осталось направление пригород Лесновый, где мы уже открыли в 23-м. Но там небольшой офис, всего на 4 окна и 8 мест доступа к РПГУ и ПГУ. Но так как там микрорайон очень большой и постоянно растет там численность населения, в дальнейшем мы рассматриваем возможность открытия большого полноценного офиса. То есть расширить там само помещение? Да, само помещение, чтобы было больше окон, чтобы жителям было удобнее туда обращаться. Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо за вашу очень нужную работу. А я напомню, что у нас в гостях была заместитель директора МБУ Ленинского городского округа Московской области МФЦ Ирина Кучумова. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова